Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик не имеет ни малейшего отношения ни к катерам, ни к яхтам, но имеет непосредственное отношение к водной тематике. На самом деле, данный ролик посвящен первому шагу, ну, по крайней мере, для меня, то есть, поскольку, в принципе, с парусом я дружу, ну, по крайней мере, несколько лет назад дружил, у меня было две яхты в собственности, на которых я ходил под парусом. Вот, это была сосанка 660-я, польского производства, которую я привез из Чецена, и, соответственно, был Магрегор 26-7, а, 26, блин, вот не помню, М или Х, ну, как его называется, Магрегор был, соответственно, парусно-моторный, яхта, сосанка была исключительно чисто парусная. Поэтому здесь, как бы, с парусом я достаточно дружен, и очень давно смотрю на то, чтобы вернуться в парусную тематику, и вот здесь подвернулась такая штука, как доска для виндсерфинга. Как вы знаете, а может быть не знаете, виндсерфинг это вид спорта, который подразумевает собой катание на доске, с использованием силу ветра, и, в принципе, достаточно острое и интересное приключение, которое можно себе устроить. Ну, вот эта доска, на которой я сижу в данный момент, вот я ее шкурю, то есть, как раз сейчас я и занимаюсь, я решил, в принципе, она досталась мне абсолютно бесплатно и совершенно случайно, скажем так, я ее нашел, можно сказать, в полном смысле этого слова, нашел ее совершенно случайно, в выброшенном состоянии, потом, правда, нашел ее владельца, с ним разговаривался, и, собственно говоря, он мне рассказал историю данной доски, потому что делал он ее самостоятельно. Доска сделана из пенопласта, выдерживает данный момент, она проверена с его слов, что выдерживает вес не менее 200-250 килограмм на плаву, то есть, что достаточно много. Длина доски почти 3,8 метра, ширина порядка 60-70 сантиметров, но точно я ее не замерил до сих пор. Доска выполнена из пенопласта и соответствующим образом оклеена стеклотканью с использованием смолы. Правда, он в упор не помнит, какую смолу он применял, эпоксидную или полиэфирную, но я буду ее зашкуривать достаточно жестко и попробую все-таки провести, начать ремонт с полиэфирной смолы, поскольку, в принципе, с ней я работаю и она у меня есть. Доске, данной доске, конкретно почти 10 лет, она очень легкая, она великолепно таскается без проблем в одиночку, то есть, несмотря на свой внушительный объем. И здесь я еще не решил, каким образом, то есть, сейчас я буду заниматься ее реставрацией, то есть, буду подготавливать доску, на это мероприятие я выделил максимум одну неделю по времени, буду подготавливать доску, ее оснащать и попробую, как это будет выглядеть непосредственно на воде. Данная доска швертовая, то есть, у нее нет плавников сзади, у нее стоит шверт. Шверт предстоит также изготовить, изготавливать, я его буду из полиэфирной смолы, соответствующим образом, и будет установлено, как раз на данную доску. Парусное вооружение, ну вот, если честно, ничего не решил, то есть, один из двух вариантов, первый вариант, это купить бушный комплект, парусный комплект, верхний, то есть, это имеется ввиду, купить шарнир, купить, соответственно, гик, мачту и парус, для того, чтобы можно было собрать изначально данный комплект. Либо, что мне более приятно, но еще пока просто, ну вот, я изучаю данную тематику, потому что в ней я абсолютно новичок, не знаю, как вы, то есть, в принципе, а для меня это, ну вот, первое вхождение конкретно в серфинг. Причем, войти в серфинг я решил сразу с двух сторон, то есть, первый вариант, это будет вот эта вот доска, сейчас я и занимаюсь, и у меня готовы уже склеены две сап-доски, я про них буду снимать отдельные ролики, расскажу о том, что такое сап-доска и все остальное, то есть, они еще не готовы, на них еще сейчас, сколько я купил, плавники из Китая вышли, доски склеены, подготовленные, но еще не ламинированные, то есть, ну, про сап-доски я расскажу отдельно, то есть, я решил на это лето обеспечить себя вот таким вот вариантом отдыха, потому что непонятно, какое будет лето, спортзалы закрыты, а здесь, в принципе, ну, достаточно хорошая, хорошая нагрузка, которую, не спортзал, у меня в первую голову интересует бассейн, спортзал меня абсолютно не интересует, когда откроют бассейн, абсолютно непонятно, но вероятнее всего, ближайшее посещение будет, наверное, сентябрь месяц, если все пойдет достаточно хорошо, а так, пока сейчас, вот, ну, спорт нужен, занятия нужны, и нагрузки нужны, и, в принципе, я думаю, что вот данные, данные как раз вот два мероприятия, то есть, это катание с веслом на сап-доске, и, соответственно, катание на парусе, под парусом, на этом, как его называется, на виндсерфинге, я думаю, что оно заменит мне бассейн, по крайней мере, на летнее время, в качестве, ну, в качестве нагрузки и в качестве тренировки, ну, опять же, это достаточно интересно, как еще раз говорю, сап-досок я делал, сделал две, вот, делаются они самостоятельно, в принципе, получились, сами доски получились вполне нормально, но, говорю, про них я расскажу, отдельно, то есть, смотрите ролики, кому будет это интересно. В данном случае, я буду рассказывать конкретно, вот, про данную доску, на самом деле, я, как бы, начал ей заниматься, и возникли определенные мысли, возникли определенные понятия, во-первых, про ее устройство, во-вторых, про то, как сделать такую доску самостоятельно, и, в принципе, потому что, говорю, то есть, самый первый шаг, который вы делаете, приходя в виндсерфинг, это, в принципе, вы покупаете доску. Либо покупаете, либо, как можно ее, как я сейчас расскажу, сделать, ее можно изготовить. Что из себя представляет доска для виндсерфинга? В первую голову это представляет собой вырезанный пенопласт, это вот сплошной пенопласт, которому задана форма. На самом деле, как бы, вроде бы, вы скажете, что это же очень тяжело, а вот нифига, это на самом деле достаточно. Это самый, скажем так, простой, элементарный этап, который можно изготовить без малейшего проблемы. Резать пенопласт я самостоятельно очень бы не рекомендовал. Для этого существуют специальные производители, специальные заводы, которые вам в состоянии из плотного пенопласта под оклейку изготовить любое изделие за очень сравнительно небольшие деньги, согласно ваших требований. То есть, вы можете сделать доску трехметровую, можете сделать четырехметровую, можете хоть десятиметровую, то есть, у них есть определенные, конечно, ограничения, но такие вот я лазал тогда по интернету, в принципе, я нашел в Москве, под Москвой нашел завод, который предлагает любые изделия из пенопласта, как любой сложной формы. Они предлагают помощь в разработке 3D-моделирования данного изделия. И самое прикольное, что вероятнее всего, у них уже есть наработанные подобного плана доски для виндсерфинга, и без проблем они вам его изготовят. Изготовят и отправят, допустим, упакованную надежно через транспортную компанию или еще каким-то образом. То есть, другими словами, вы получите вот доску. То есть, после того, как вы получите доску для виндсерфинга, пенопластовую, у вас возникнет следующая проблема. То есть, ну, на пенопласте, на голом вы кататься не будете. То есть, вам необходимо будет произвести его оклей. Если вы делаете... Ну, вот я здесь уже, соответственно, я столкнулся с тем, что логичнее, конечно, для меня точно так же было бы, наверное, более логично изготовить полностью доску, разработать и сделать все самостоятельно. И это было бы более красиво и более эстетично. Но здесь я уже получил, скажем так, ну, вот основу, с которой можно каким-то образом работать и с которой я, как видите, уже начал работать. То есть, я иду до половины. Нижнюю сторону и боковину уже практически очистил. Сейчас я занимаюсь ее полностью очисткой. Потом я буду ее закрывать смолой. Буду производить ее реставрацию. А после этого я еще не решил. Один, как один из вариантов рассматриваемых, это я ее закрою гейколотом, либо, допустим, я ее покрашу. Вот. На самом деле, как бы, с точки зрения это не катер, с точки зрения доски, тем более, вот доски такого плана. Вот она в краске 10 лет, ни хрена я не сделалась, потому что на воде она находится единица времени. Она не стоит, не плавает постоянно. То есть, вы на ней покатались, вытащили, и все будет хорошо. То есть, в принципе, если использовать удостойки полиуретановой краски, которая используется для покраски, в том числе гидроциклов, например, Ямахи. Вот. То есть, там используются, то есть, современные Ямахи, изготовленные по нано, как его называют, по-моему, не нанотехнология, какая-то у них там технология, наносиловое, наносиловое покрытие, и оно не подлежит покрытию гейколотом, то есть, она через грунт красится специальной краской. То есть, краску эту купить нереально, но можно подобрать аналог из водостойких красок. Поэтому здесь, наверное, я буду красить полиуретановыми, либо красить полиуретановыми красками, после того, как я все это мероприятие вычищу, и отреставрирую смолой. Либо, допустим, я его покрыю гейколотом, вот. Но это, правда, будет гораздо неимоверно более трудоемко, потому что, после того, как все это покрыто геймероприятие гейколотом, это необходимо будет все как следует идеально вышлифовать, а после вышлифовки еще идеально заполировать, ну, еще и заполировать. Ну, хотя это, в принципе, не очень сложно. Но, гораздо более трудоемкий процесс. Я хочу уложиться в более ограниченный срок, и поэтому, наверное, ну, все-таки я, наверное, приду, вот в данном случае, приду к краске. Для конкретных, для досок. То есть, я не знаю, на самом деле, я никогда не изучал данный вопрос, вот как делают их, ну, вероятно, производители делают это просто из стеклопластика. Хотя, ну, фит его знать не говорю. Я не вдавался в подробности. То есть, я прикидываю только то, как, например, ну, вот если бы у меня встала задача сделать данную штуку с нуля, я бы сделал следующим образом. То есть, я бы, во-первых, взял бы, например, разработал данную доску в 3D-программах какой-нибудь, отправил бы ее на завод для того, чтобы изготовили ее. Либо, допустим, попросил, если у них есть уже готовые эскизы данных досок, попросил, чтобы они предоставили. Если бы он не подошел, допустим, по параметрам, по размерам, вероятно, может быть, заказал бы ее у них. После этого делать следующий момент. То есть, после того, как вы получили пенопластовую доску, вам необходимо ее оклеить. В данном случае, я бы не рекомендовал оклеивать подобное мероприятие, как это сделано здесь, стеклотканью. Наверное, я бы пошел в сторону карбона. Потому что нужно получить максимально легкое и при этом прочное изделие. То есть, карбон и все-таки, наверное, полиэфирная смола. Потому что стоимость работ и стоимость эпоксидной смолы неимоверно дороже, чем, например, полиэфирную смолу. Скажем, хорошая импортная эпоксидная смола стоит в районе где-то 1700-2000 рублей за килограмм. Российская смола стоит в районе 500 рублей за килограмм. Но она работает хреново. Полиэфирная смола стоит значительно дешевле. И поэтому здесь как бы полиэфирная тем более с полиэфирными смолами я работаю постоянно. Мне просто это проще. То есть, они, во-первых, у меня есть всегда в наличии. И, собственно, для меня не вызывает каких-либо проблем по работе с данным материалом. Теперь дальше что это как это называется почему я вам говорю. То есть, я бы нанес на данные на данные изделия нанес бы два слоя карбона соответственно. При нанесении карбона необходимо учитывать следующие факторы. На самом деле. То есть, если кто-то никогда не сталкивался с карбоном, то на самом деле бояться его не надо. То есть, это материал, который по свойствам своим то же самое такой же, как стеклоткань, но при этом он гораздо более легче. То есть, скажем так, вот как я недавно разговаривал с своим знакомым хорошим, он сейчас занимается ремонтом самолета и как раз он занимается ремонтом самолета используя карбон и стеклоткань. Так вот, он говорил, что один рулон стеклоткани одного и того же метража он тащил на себе с трудом, но при этом два рулона карбона с таким же метражом было нести легко и весело. То есть, карбон несоизмеримо проще, легче. Поэтому, в принципе, здесь я бы, наверное, оклеил карбон. Причем, при оклейке карбоном необходимо, вообще, при оклеике подобных изделий необходимо, по идее, делать не так, как это сделано вот на данной доске. То есть, я уже, в принципе, ее вскрыл в некоторых местах, то есть, дошлифовался и выяснил, что она сделана в один слой стеклоткани, просто вот это вот оклеена одним слоем стеклоткани, после этого это дело прогрунтовано, еще раз нанесем дополнение промежуточный грунт и прокрашиваем. Ну, вот сейчас вот я снял пока до грунта и вот здесь вот у меня начинает просвечивать стеклоткань. Слой стеклоткани здесь один. На самом деле, это как бы, на мой взгляд, это мало. То есть, необходимо наносить два слоя стеклоткани, при этом, каждые слои нужно разворачивать относительно друг к дружке. То есть, те, кто никогда не работал со стеклотканью, и кто никогда не работал с карбоном, имейте в виду, есть такое, обычное такое вот правило. Оно прослеживается в изготовлении любых прочностных конструкций. То есть, для того, чтобы получить идеально, максимально прочное соединение, необходимо накладывать слои между собой, желательно под углом 45 градусов по отношению к друг дружке. Либо, например, накладывать под углом хотя бы в 90 градусов, что тоже будет прочнее, но ни в коем случае, то есть, любая ткань имеет направление, ни в коем случае не накладывать ткань одинаково по направлению, чтобы, допустим, первый и второй слой изделия получатся менее жестким. При накладывании даже вот таким образом, что одна ткань у вас направлена так, вторая так, вы получите более жесткое изделие. Соответственно, здесь уже логично при оклейке данного изделия придумать что-то, какие-то варианты, вероятно, все-таки вакуумного формования и с отсосом излишней смолы, потому что смола это, в принципе, хоть и связующее излино, но ее не надо, здесь очень много, то есть, необходимо смолу лишнюю убирать в процессе изготовления подобных вещей. То есть, потому что смола будет толку от нее не особо много, от слоя смолы, а нужно получить прочное изделие. То есть, вот это как раз это уже технология, которая ближе, допустим, частично может быть к авиационным технологиям, потому что как раз в авиационных технологиях, например, там нужно изделие получить максимально прочное и при этом максимально легкое. Здесь картина та же самая. Чем легче будет изделие, тем легче вам будет его дотащить до воды. Если вы получите мощное, грубое изделие, то хрен его до воды дотащите. Ну, дотащить ему будет тяжело. Это не нужно. Вот эту доску я поднимаю одной рукой, не напрягаясь. Она очень легкая. Ее вес суммарный вот на 3,80 длины. Максимальный суммарный вес в данный момент не более, наверное, 8-7 килограмм. То есть, это очень легкое изделие. Его поднимаешь легко, буквально не напрягаясь. То есть, хотя, говорю, я его не взвешивал, но очень легкое изделие. Дальше. Если вы никогда не занимались винсерфингом, как и я, то, вероятнее всего, конечно, логичнее сделать винсерфинг, доску сделать швертовую. То есть, потому что, все-таки, наверное, вот эти вот большие паруса, большие мачты и отсутствие шверта, за место него стоят плавники на, сзади, на корме. То есть, это, наверное, все-таки ближе к профессиональному и тем, кто умеет этим заниматься. А я, поскольку, вот буду вставать на доску первый раз, то, соответственно, мне нужно более простые варианты. То есть, мне не нужен огромный парус там под 9 метров и с 6-ти метровой мачки, к примеру. Мне не нужен, мне не справиться будет однозначно келями, плавниками сзади. То есть, мне этого не хватит. То есть, мне нужен однозначно шверт. Опять же, шверт будет предотвращать боковое смещение при движении против ветра и позволит вам двигаться против ветра. То есть, шверт нужен на самом деле для того, чтобы получить движение конкретно против ветра. Ну, этот как его называется. Потому что, если вы шверт, ну, на яхте, например, шверт поднимаешь, у тебя лодку начинает нести ветром просто куда угодно. Вот, опускаешь шверт, опускаешь, если у вас швертовая лодка, и все, лодка начинает работать. То есть, вы начинаете идти с заданным курсом. Ну, вот этот, согласно возможности вашей яхты. Поэтому, здесь картина такая. То есть, после оклейки карбоном с использованием, ну, я бы вот использовал, наверное, все-таки, ну, не знаю, мне ближе полиэфирная смола. Вот, ну, хрен знает, вот, может быть, использовать логичную эпоксидную смолу, потому что с ней время работы дольше. Ее проще убрать лишнюю, ее проще выпрессовать времени больше. Полиэфирная смола встает гораздо быстрее, чем эпоксидная. Вот, у нее срок вставания не соизмеримо больше, и на таком объеме это можно руками не успеть. Особенно, если вы эту работу будете делать в одиночке. Эпоксидная смола позволяет работать более долго. То есть, она более жидкая, ее легче выкатать, выгнать слоем. Но, говорю, себестоимость работы с эпоксидной смолой не соизмеримо дороже, чем с полиэфирной. Поэтому, ну, не знаю. Если буду делать в следующий раз подобные изделия с нуля, буду приходить в полиэфирной смоле и думать, как решать вопрос с ней. Но, здесь вот палка о двух концах. То есть, может быть логично делать из эпоксидки. То есть, дальше, следующий момент. После того, как вы получили оклеенную доску, вам нужно изготовить шверд. На самом деле, шверд можно купить готовый. То есть, это я его решил для себя, что я его буду изготавливать. Еще, правда, не решил, каким способом. То есть, ну, вероятно, будет формование из смолы со стеклотканью, а может быть и нет. Я еще не придумал. То есть, я пока еще даже его не нарисовал, как он будет выглядеть. Но придет время, сделаю это. Ну, для меня это не очень сложная задача. Так что, как его называется, с точки зрения выбора, здесь, ну, ну, вот это вот, как его, ну, основы, основы движения против работы, допустим, доски, либо яхты. То есть, я для себя выбираю шверд. Однозначно. Вот. После того, как вы решили вопрос со швердом, либо, допустим, вы решили вопрос, что вам необходимо, этот, как его называть, что вам будет вполне достаточно плавников, допустим, систем плавников на корме. Систем плавников, плавники, кстати, бывают тоже разные. То есть, они бывают разной длины. Плавники, логичнее всего, покупать на Алиэкспрессе. Они там стоят несоизмеримо дешевле, чем, допустим, это в России. У всех вот этих вот спортсменов, всего остального. При этом, я не думаю, что вы получите плавники гораздо более худшего качества, потому что, вероятнее всего, они будут, те же самые, что продаются на Алиэкспрессе. То есть, скажем так, когда я искал себе плавники для сабов, за каждый плавник меня в Москве просили 3,5 тысячи рублей за комплект, за один плавник. При этом, на чуть менее 6 тысяч рублей я купил комплект из трех плавников на каждую доску. То есть, шесть плавников, два больших, три больших, четыре больших, два маленьких. Полный комплект за одна-две доски. Если бы я это покупал, допустим, в Москве, это бы обошлось. мне, ну, соответственно, умножаете 3, там сколько там получается, 6, 6 на 3, 18 тысяч рублей. То есть, я сэкономил почти 12 тысяч за счет того, что я сделал приобретение на Алиэкспрессе. Дальше. После того, как доска у вас со швертом готова, соответственно, либо со швертом, либо с плавниками, шверт вставляется, фиксируется изнутри, вставляется до упора, фиксируется изнутри на подобного типа досках. Делать поворотный шверт, ну, не знаю, блин, вот эта доска для этого не предназначена, хотя это имеет смысл, наверное, имеет свое определенное логическое значение. Но если делать поворотный шверт, тогда вы сталкиваете с швертовым колодцем или еще каким-то образом. То есть, ну, здесь нужно как-то придумывать, потому что этот, как его называется, поворотный шверт, это классная штука, но его нужно придумывать. Думайте, над ним нужно серьезно. Вот. То есть, как его изготовить. А так, говорю, вы сделали либо шверт или плавники, вы получили готовую доску. Доска, допустим, ну, этот, соответственно, внешние покрытия, как еще раз говорю, что вот половину досок, которые я смотрел, они все были крашены, при этом, допустим, другая половина досок, которую я видел, ну, то, что я посмотрел из фирменных досок на базах, на спортивных базах, то есть, я посмотрел, как они сделаны, то есть, посмотрел, какая у них оснастка для того, чтобы понять, допустим, что я могу сделать, что я не могу сделать. Здесь получается следующая штука, что, в принципе, часть из них действительно в гелькоуте, ну, по крайней мере, очень похоже на гелькоуте. Дальше, следующий момент. Верхнюю часть, сделать, как сделать верхнюю часть доски нескользящей. То есть, ну, на мой взгляд, самый элементарный способ, это то же самое, оклеить ее, так же, как оклеить сап доски, оклеить ее, этим, как ее называется, Evo ковриком. Вот, Evo коврик специально, он продается на базе Тревомского скотча, продается также на Алиэкспрессе, стоит это удовольствие, по-моему, полутора до трех тысяч рублей, в зависимости от размера и площади того, площади самого коврика. Они бывают разных длин, бывают разных ширин, но, в принципе, если вы его оклеите, по крайней мере, там, где вы будете ходить, чтобы вам не упасть с доски при смене галса, я думаю, что это вполне логичная вещь. Ну, может быть, еще какие-то сделать упоры под ноги, для того, чтобы можно было делать оттяжки, например, с обоей, ноут, то есть, как это делается на спортивных лодках. Дальше, соответственно, будем считать, что вы решили вопрос покраски либо тем или иным, или с покрытием доски тем или иным способом. С чем вам предстоит дальше столкнуться? Это изготовление и приобретение паруса, и соответствующим образом все верхние парусные оснастки. Полный комплект двукошной парусной оснастки можно приобрести вполне спокойно в районе 10 тысяч рублей. То есть, по крайней мере, это цифра, которую говорят в лоб. То есть, за 10 тысяч рублей вы получите шарнир, который крепится на доску. Ну, здесь вот местный шарнир я выкинул нахрен, потому что это полное убожество то, что здесь было. Еще раз говорю, доска делалась еще в давние времена, и поэтому тогда, может быть, и не было доступной эти все технологии. Потому что, может, ей не 10 лет, может, ей 20 лет. Ну, не знаю, доска древняя достаточно. Вот. К шарниру, соответственно, крепится мачта. На мачте крепится парус и крепится гик к парусу. И производится система натяжения паруса непосредственно между гиком, верхом, низом мачты. Вот. То есть, производится натяжение паруса. То есть, за счет этих, как его называется, шкотов. То есть, шкотами затягивается все это мероприятие веревочное. Вот. Притягивается к мачте, мачта получается определенный, имеет угол. То есть, система паруса натягивается внутри еще до того, как, ну, если посмотрите виндсерфинга, паруса, то есть, там они принципиально отличаются от того, как сделаны, допустим, паруса для яхты с того, что я смотрел. Хотя, в принципе, я посмотрел, что, допустим, Сейлкут, попробовал я сегодня разработать парус для подобного мероприятия, задав параметры, например, при разработке, например, 4,5 метрового, квадратных метров паруса. вот, то есть, в принципе, Сейлкут позволил мне разработать парус для конкретно данной доски, вот, на базе стакси, не грота, а стакси, именно стакси. То есть, он получил, позволил, по крайней мере, по форме присутствия паруса мне эта тема понравилась, если туда набить много лад, если его продумать, то, как его называется, я думаю, что, в принципе, такой парус вполне реально, ну, по крайней мере, мне изготовить. Ну, а так, по идее, можно купить бушный парус. Бушный парус это не очень дорогое мероприятие, то есть, это порядка где-то от, начиная от трех до, там, бесконечности денег, потому что паруса бывают разные, так же, как бывают разные мачты, гики и все остальное. То есть, я сталкивался, что, например, можно купить гик, например, там, за что-то в районе, там, трех тысяч рублей, тысячи двух тысяч рублей, и при этом можно купить гик, который стоит, там, к примеру, там, что-то там за сорок тысяч рублей. Вот, и это тоже гик для определенной мачты, для определенного паруса. Но, говорю, поскольку я не горю желанием пока в это мероприятие вкладываться капитально, потому что еще это дело я не пробовал, для себя я решил, что я не буду пока это дело делать. То есть, я пока сейчас решу, решаю вопрос, конечно, здесь, в данном случае, мне хочется попробовать сделать все самостоятельно и сделать все, придумать конструкцию шарнира самостоятельно, вот, придумать конструкцию мачты, допустим, на базе алюминия, придумать гик, допустим, на базе либо алюминия, либо, допустим, нержавейки, какой-либо тонкостенной. Карбоны, конечно, я не буду делать, то есть, это очень тяжело, но что-то придумать здесь можно. Я еще для себя не определился, что, может быть, я это делаю и сделаю самостоятельно полностью. А если, допустим, меня будет поджимать время, либо затянется что-то конкретно с доской по времени, по ее изготовлению, то, ну, по ее обработке, по всем остальным материалам, то, соответствующим образом, наверное, я, может быть, куплю, допустим, какой-то комплект, допустим, с рваным парусом, например, все это дело отреставрирую, благо я занимаюсь ремонтом парусов изготовления. То есть, для меня это не представляет вообще никакой сложности. Вот, так что, здесь вот такая вот картина. Ну, как еще раз говорю, то есть, вещь, да, должна быть достаточно интересной, по крайней мере, из того, что я видел, все, кто этим занимается профессионально, и все, кто приходит в этот вид спорта, в парусный спорт, то есть, это достаточно интересно, это достаточно, ну, скажем так, экстремально, и несет на себе достаточной нагрузки, что, в принципе, является в данный момент вот моей основной целью, то есть, получить приятным способом дополнительную физическую нагрузку. так что, вот, я буду снимать ролики по мере того, как я буду изготавливать данную доску, потому что, может быть, кто-то пойдет либо моим путем, либо кто-то пойдет собственным путем, как я уже объяснил и рассказал, как бы это я сделал с самого начала, вот, но это все абсолютно доступно, то есть, это абсолютно все не стоит космических денег, и, в принципе, это все можно сделать вполне, совершенно четко и спокойно. Так что, вот, если будет вопрос, как всегда, вопрос можно задать и на почту, почта «Онисержевострисобакамоево.ру». Обязательно всем отвечу. А так, в ближайшее время, как только мне начнут приходить комплектующие по САБу, смотрите ролики по изготовлению САБов на базе 15-го РДЭКа, то есть, это может заинтересовать достаточно большое количество народу, потому что вещь конкретно интересная, и я ожидаю, что вещь будет очень интересная и получится очень интересный вид спорта. Очень много народу, я смотрю, занимаются подобными вещами. Говорю, я для себя сейчас делаю две доски, доски 3,2 метра, они уже сами, доски у меня, склеены, и, собственно, сейчас вот они будут заламинированы, после ламинации приклеены плавники и подготовлены уже, наклеены я в оковрик, и будет подготовлено, соответственно, к сбросу и апробации на воде. вода, как раз, я думаю, к этому моменту потеплеет, потому что сейчас все равно холодно. А в костюме, конечно, ну, когда на улице жарко, полностью купаться в костюме, ну, конечно, можно, но не так особо интересно, как, например, просто это делать в куахках, там, или в одном спасике. Так что вот, смотрите продолжение серии, данной серии роликов, она будет по доскам, по сапам и по серфингу будет выведена в отдельный плейлист на канале, все ролики, которые будут сниматься по данной тематике, соответственно, будут помещаться в данный плейлист. Так что вот, спасибо за внимание, смотрите продолжение роликов, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok